В Саратове начался процесс по делу сотрудника областного госархива, похитившего и продавшего полсотни старинных метрических книг. Подсудимый вины не отрицает, а после того, как он узнал истинную стоимость украденного, более миллиарда рублей, дар речи к нему все же вернулся. Выручил-то всего 30 тысяч. Покупатели тоже нашлись, но наш корреспондент пошел дальше официального расследования и предположил, кто мог быть заказчиком похищения Дмитрия Акимова о бедном архивариусе и мормонах. Дрожат руки, дрожит голос. Алексей Полынин явно не ожидал, что его, казалось бы, рядовая кража привлечет внимание всей страны. Ну я не могу ничего сказать. Просто расстраиваюсь, прошу прощения. Я не знаю, честно, что я говорю. Дело и правда выглядело пустяковым. Завхоз Государственного архива Саратовской области украл 57 книг. Но ими оказались метрические записи, датированные концом 18 века. Такую книгу на полку не поставишь и перед друзьями не похвастаешь. Сотрудники архива недоумевали, кому может понадобиться пыльное, а то и пораженное грибком, перечисление дат и имен. Позже выяснится, одна такая страница оценивается в 30 тысяч рублей. Общая сумма ущерба – миллиард 200 миллионов. Преступление сразу назвали кражей века, а новость о похищенных метриках разлетелась на всю страну. Впрочем, все это случилось уже после того, как правоохранители задержали завхоза. Большую часть книг Полынин успел продать по тысяче рублей за штуку. Когда назвали оценочную стоимость подсудимой совсем полдухом. Продешевил, а отвечать придется. Правоохранители очень быстро нашли покупателей, которые во всем сознались и согласились на добровольную выдачу метрик. Общая сумма покупки – все вместе. Так, это с моей стороны 25 тысяч, и со стороны Натальи получается 5,3,5, 8,5. Эта женщина – подруга второй покупательницы Натальи Зубавленко, которая согласилась дать нам интервью. И призналась, приобретая краденные книги, она, мол, хотела спасти уникальные исторические документы. Я очень боялась, что они будут утеряны совсем просто. И вот тут началось самое интересное. Среди домашней библиотеки Натальи мы увидели издание с характерными рисунками. Я смотрю, что у вас вот такими деревцами, да, вот сними покрупнее, ими украшено же вот вообще все, да, там. Книги, которые так поспешно прячет Наталья – это Библия мормонов. Учение глав церкви Иисуса Христа. Десятки томов. Пытаемся узнать, с чем связан одновременный интерес к метрическим книгам и мормонизму. У вас есть литература, и исходя из того, что вы, ну, не надо расширять наше оборудование. Мы не были бы столь настойчивы, если бы не знали, какое внимание мормоны уделяют работе с иностранными архивами. А может, кража метрик совершена по заказу? Мормоны просто собирают о нашей стране информацию. И в этом смысле, конечно, они проникают и в архивы, они очень стремятся открывать свои филиалы где-нибудь рядом с какими-то учреждениями, где можно какую-то полезную информацию накопать. Поэтому, конечно, вот эти проявления – только вершина айсберга. Вся информация, которую собирают в том числе и российские мормоны, попадает сюда. Штат Юта – одно из самых защищенных зданий в мире. Архив расположен прямо в скале. Здесь ее называют «горой мертвецов». Сообщается, что дверь может выдержать удар ядерной бомбы. Внутри – досье на миллиарды человек. Зачем оно мормонам, тайно покрытое мраком? Но мы знаем, что недалеко от этой горы была и Наталья Зубавленко. Приезжала с единоверцами перенимать опыт. Теперь она, конечно, говорит – это просто совпадение. Не сканировала, не отправляла. И из них никто понятия не имеет о том, что я вообще это приобретала. Никто об этом не имеет понятия. Ни малейшего. За добровольную выдачу метрических книг Зубавленко вместе с подругой освободили от уголовной ответственности. На суд они не пришли. Первое заседание закончилось так и не начавшись. Полынин привел в зал суда еще одного защитника, которому понадобилось время, чтобы изучить три тома материалов уголовного дела. Впрочем, надолго этот процесс не затянется. Подсудимый полностью признал свою вину и попросил рассматривать его дело в особом порядке. Ожидается, что свой приговор похититель книг услышит уже до конца апреля. Дмитрий Акимов, Наталья Шорникова, Александр Секретарев, 5 канал, Саратов.